Приветствую вас на канале Проект Огон. С вами Илья Казанцев. В преддверии Второй мировой войны Британская империя была одним из лидеров Европы. К этому времени ее сила и богатство достигли своего пика, а авторитет был неоспорим. Однако всего через несколько лет Англия потеряет свою силу и геополитическое влияние, уступив позиции двум мировым сверхдержавам США и СССР. Но с каких событий запустился процесс ослабления английской империи и как к этому причастны дипломатические интриги Лондона? О врагах и друзьях, об империи и постоянных интересах, о противостоянии Англии, Германии в 1940-41 годах смотрите в нашем новом цикле на канале Проект Огон. Оставайтесь с нами, будет интересно. Партия, разыгранная между Германией и Англией, медленно подходила к своему финалу. Принуждение Лондона к вежливой капитуляции и тактическая маскировка готовящейся операции на востоке Европы против Советского Союза были ключевыми замыслами гитлеровского руководства второй половине 40-го в начале 41-го годов. Так Франц Гальдер 3 июля 1940 года в своем дневнике писал, в настоящее время на первом плане стоит английская проблема, которую следует разрабатывать отдельно, и восточная проблема. Основное содержание последней – способ нанесения решительного удара по России, чтобы принудить ее признать господствующую роль Германии в Европе. Наряду с этим возникает и второстепенная проблема вроде Балтийской или Балканской и других. Мы продолжаем цикл, посвященный противостоянию Великобритании и Германии в 40-41 годах в ходе Второй мировой войны. Сегодня речь пойдет о постепенной подготовке вермахта к военной операции против Советского Союза и свертывании плана «Морской лев». С какой целью заместитель фюрера Рудольф Гесс в обстановке строгой секретности отправился в Великобританию на военном самолете? И почему англичане не вступили с ним в переговоры? Что вынудило правительство Черчилля нормализовать отношения с Советским Союзом? Германия планировала поставить точку высадкой десанта на территории Англии. Эту операцию назвали «Морской лев». Подготовка немецким командованием к этой операции шла полным ходом уже несколько месяцев. Вероятность того, что немецкие транспортные корабли с десантными группами на борту при поддержке Крикс-Марины и Люфтваффе все-таки возьмут курс на Британские острова, оставалась высокой. Генералитет Вермахта хоть и сомневался в правдоподобности происходящего, считая «Морского льва» в первую очередь политическим маневром, был готов напасть в любой момент. Означает ли это, что война с Англией расчетливо превратилась в отвлекающий маневр? Третий рейх считал именно так, уже успев начать партию против своего последнего противника на Восточном фронте. Третий рейх готовился к реализации плана Барбаросса. К концу июля 1940 года вопрос будущей войны с Советским Союзом был приоритетнее войны с Англией. Немцы считали, что если в течение нескольких недель сломить сопротивление Красной Армии, судьба Великобритании будет определена. Таким образом, правительство Черчилля окажется в полном одиночестве и пойдет на переговоры. Несмотря на демонстрацию военной силы перед Англией, массированное воздушное наступление и ведение агрессивной войны на море, уже летом 1940 года началась переброска отдельных сухопутных частей вермахта на восток. К осени 1940 года были передислоцированы к советской границе несколько армейских штабов, три танковые, десять пехотных и одна моторизованная дивизии. В то же время концентрация немецкого флота в портах Северной Франции стала снижаться. Что же это означало для англичан? Как минимум, это означало то, что непосредственная угроза немецкого вторжения миновала, и Англия оказалась в более выгодной военно-политической обстановке. Часть королевских военно-морских сил была направлена в Атлантику для охраны конвоев из США, а значительное количество сухопутных сил переведены с побережья в тыл. Осенью 1940 года развернулось масштабное воздушное противостояние немецкой и английской авиации. Правительство Черчилля к тому времени уже имело вполне ясное представление о будущем вторжении Германии на территорию Советского Союза. Были организованы ответные налеты английских ВВС на немецкие силы. В ночь на 24 сентября 1940 года более 100 британских бомбардировщиков попытались атаковать Берлин. Однако только 84 самолета достигли цели. Остальные сбила немецкая авиация и система противовоздушной обороны. Были сделаны выводы, и акцент с дальних воздушных рейдов авиации английское командование сместило на сковывание действий немецких военно-морских сил. Английские самолеты теперь атаковали в основном морские объекты противника, а на территории Германии города с судостроительными верфями – Гамбург, Бремен, Киль, Вильгельмсхафен. Британия ускоренными темпами наращивала вооружение. Вместе с тем росла и численность британских вооруженных сил. За год армия Великобритании увеличилась на 1 миллион, и в июне 1941 года насчитывала более 3,3 миллионов человек. По мере оснащения войск новой техникой повышалась и их боеспособность. Усилиями британской контрразведки, в частности подразделения Ми-8, удалось обнаружить и уничтожить значительную часть немецких шпионов в Англии. Все это – усиление сопротивления в воздухе и на море, наращивание вооружений, отказ от переговоров о капитуляции – не могло не тревожить Гитлера. Очевидно, что действия Англии не укладывались в немецкое стратегическое планирование. Германия накануне войны с Советским Союзом оставляла в своем тылу все еще наращивающую силы Англию. Внезапно карты были спутаны неожиданным ходом одного из немецких игроков. 10 мая 1941 года один из самых авторитетных деятелей нацистской партии, заместитель Гитлера по руководству НСДАП, Рудольф Гесс, в полусознательном состоянии от удара о корпус самолета во время прыжка приземлился с парашютом в Шотландии. Интересно то, что приземлился он недалеко от поместья английского герцога Гамильтона, одного из приближенных короля Георга VI. Этот перелет Гесса на тяжелом истребителе через Северное море на территории враждебной Британии может привести в изумление. Неужели Гесс после долгих месяцев воздушных боев Люфтваффе с королевскими ВВС и после изнурительных бомбардировок английских городов всерьез рассчитывал заключить с правительством Черчилля соглашение о прекращении войны и разграничении сфер влияния в Европе и остальном мире? При всей странности этих рассуждений кажется, так оно и было на самом деле. По крайней мере Гесс в обстановке строгой секретности готовил этот перелет еще с осени 1940 года. Он участвовал в тренировочных полетах на новом немецком 110 Мессершмитте, регулярно получал погодные сводки и пристально изучал систему британской противовоздушной обороны. В конце концов англичане могли сбить немецкий самолет, даже не узнав, кто находился в кабине пилота. Нетрудно догадаться, что вскоре после приземления Гесса арестовали. На ближайшем допросе англичане в немецком летчике очень быстро узнали первого заместителя Гитлера в национал-социалистической партии. Все рассуждения о родстве английской и немецкой нации и необходимости совместной борьбы с большевизмом на востоке Европы не нашли отклика в высших политических кругах Лондона. Миссия Гесса, которая была в сущности его собственной инициативой, никак не согласованной с Гитлером, провалилась. Самого Гесса уже после войны англичане доставили в Нюрнберг, где он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Партия Англии подходила к концу. Правительство Уинстона Черчилля понимало, что без союзников борьба с Германией может окончиться трагедией национального масштаба. Реальную помощь могли оказать две страны, которые к 1941 году все еще не вступили в войну – Соединенные Штаты и Советский Союз. В начале 1941 года перспективы участия Америки в войне оставались все еще неясными. Конечно, в марте 1941 года Конгрессом США был принят закон о ленд-лизе, который позволил оказывать материальную помощь странам, противостоящим фашистской оси, в первую очередь Великобритании. Однако о прямом участии американской армии в боевых действиях против Германии речь не шла. В отличие от Соединенных Штатов, расположенных на другой стороне Атлантического океана, Советский Союз был в непосредственной близости от эпицентра разгоревшейся войны. Несмотря на провал англо-франко-советских переговоров в августе 1939 года и формальный нейтралитет с Германией, именно Советский Союз рассматривался британской стороной как потенциальный союзник. Англия искала новых партнеров для победы в сложившейся игре. Но неужели английское правительство настолько отчаялось, что было готово пойти на сделку с теми, кого считало большей угрозой, чем нацистов, Союзом Советских Социалистических Республик? Как вскоре выяснится, в сложившейся ситуации идеологические разногласия уступали место прагматическому расчету. Еще в конце июня 1940 года, сразу после фактической капитуляции Франции, Черчилль через англейского посла в Москве Стаффорда Крипса обратился к Сталину с предложением нормализации отношений между двумя странами. Советское руководство поддержало английскую инициативу. 18 апреля 1941 года английский посол Крипс вручил советской стороне меморандум. В этом документе проводилась мысль о том, что заключение мирного соглашения между Англией и Германией на условиях Гитлера, а также дальнейшая агрессия вермахта против СССР – вполне реальный сценарий развития событий. С одной стороны, это было предупреждение, а с другой стороны, это был определенный нажим на Москву с целью скорейшего втягивания СССР в войну. Кстати, с этой же целью англичане использовали и провалившуюся миссию Гесса. Эту миссию они трактовали как попытку Германии пойти на сближение с Англией. 13 мая 1941 года посол Крипс в письме британскому министру иностранных дел предлагал усилить опасения у советского правительства сообщениями о том, что она может остаться в одиночестве слушать музыку и что во влиятельных кругах Германии усилились тенденции к заключению компромиссного мира с Великобританией. Объективно, вступление Советского Союза в войну значительно облегчило бы положение Великобритании, поскольку Германия была бы вынуждена большую часть своих вооруженных сил передислоцировать на Восточный фронт, в том числе и основные подразделения Люфтваффе. В то же время высшие политические военные круги Британии допускали мысль о том, что Советский Союз не выдержит удара вермахта. Предполагалось, что, подобно французской, Красная Армия будет разбита в течение нескольких недель. 9 июня 1941 года Объединенный разведывательный комитет представил британскому правительству доклад о военных, политических и экономических последствиях русско-германской войны. В этом докладе оценивался уровень готовности к войне Красной Армии и Советского государства в целом. Британская разведка пришла к выводу, что у немцев есть определенные основания надеяться оккупировать Украину и дойти до Москвы за 4-6 недель. Однако, несмотря на определенные сомнения и доклад разведки, правительство Черчилля понимало, что на тот момент именно Советский Союз был для Британии очень нужным союзником. 13 июня 1941 года министр иностранных дел Великобритании Энтони Идден в разговоре с советским полпредом подтвердил готовность Лондона развивать и укреплять двусторонние отношения. «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг следовать им». Слова британского политика XIX века оказались верны и для английской дипломатии всего XX века. Впрочем, не в этом ли и заключается смысл всей международной дипломатии? Военное и политическое давление Германии на Англию в 1940-41 годах в итоге не увенчалось успехом. Черчилль не пошел на компромиссное соглашение с Гитлером и продолжил борьбу. При этом британскому премьер-министру пришлось противостоять еще и внутренней оппозиции в лице сторонников мюнхенского курса. Это противостояние, эта игра привела к тому, что на востоке Европы тоже началась война.